Мода ходит по кругу, это всем известно. Тенденции 60-х, 70-х, 80-х, слегка трансформировавшись, то и дело возвращаются в наши дни. Брюки, клёш, острые отложные воротники, платья а-силуэта, пухлые накладные плечи. А первоисточники стали уже музейными экспонатами. Выставка советской моды как подарок щёлковским женщинам открылась в ДК имени Чкалова, в отделе истории авиации Щёлковского историко-краеведческого музея. Здесь одежда, обувь и аксессуары, а также предметы быта 1920-80-х годов. От радиол и швейных машинок до флаконов духов и заколок для волос. Есть даже памятные всем треугольные пирамидки, в которые расфасовывали молоко. В каждом доме обязательно было что-то из этих предметов, а почтовыми открытками было принято обмениваться к каждому празднику. Для кого-то это воспоминание детства или юности, а кто-то и лично пользовался. У выставки интересное название – советская мода, мечты и реальность. Выпускались различные журналы мод. Многие женщины в Советском Союзе не всегда имели возможность приобрести себе то, что хотелось. И приходилось перешивать одежду порой, шить самостоятельно. Поэтому, конечно же, каждая женщина стремилась выглядеть модно, но, возможно, не у всех получалось. Поэтому выставка называется «Мечты – реальность». Практически каждая советская женщина умела кроить и шить. Вот на выставке впервые экспонируется швейная машинка Треста Госшвеймашина. Редкий экземпляр. Такие выпускались на бывшем заводе «Зингер» в Подольске после его национализации. Всего несколько лет – с 1924 по 1931 годы. Ну а когда модное платье пошито, принимали гостей или шли в гости к тем, кто мог себе позволить иметь дома настоящее чудо техники – телевизор. КВН-49. Трехпрограммный телевизионный приемник черно-белого изображения. Первый массовый телевизор в Советском Союзе. Название КВН произошло от первых букв фамилии разработчиков Кенигсона, Варшавского и Николаевского, а цифра 49 – год начала производства. Экранчик, как мы видим, маленький, и на телевизор надевали вот такую линзу, в которую заливали дистиллированную воду или глицерин, чтобы изображения было побольше. У советских мужчин тоже была своя мода. От генсеков до сантехников все носили шляпы. На выставке можно увидеть экземпляры, изготовленные на Щелковской фетровой фабрике. Галстук, портфель дипломата и одеколон тройной дополняли образ. Все экспонаты из фондов Щелковского музея. Некоторые из них жители, откликнувшись на объявление, передали буквально в последние часы перед открытием выставки. Например, эту радиолу «Беларусь», выпущенную в 68-м году к 50-летию образования Белорусской ССР. И совершенно точно на открытии выставки равнодушных не было ни из числа официальных лиц, ни из простых посетителей. Для меня, как молодой девушки, это время воспоминаний маминых журналов, старых 80-х, 70-х журналов, которые она бережно хранила и ни в коем случае не разрешала выбрасывать. Потому что эти журналы были с выиграйками, потому что там были цветные картинки, там были те наряды, о которых она мечтала, и которые она могла позволить себе, только купив какие-то шторы, перешить это платье и выглядеть нарядно. Такой же чемоданчик у нас был, такое же молочко нам потом выдавали. Существовал чемодан. Да, чемодан у меня до сих пор дома такой есть. Мамина любимая красная Москва и пудра, которую сейчас уже не найдешь. Будильник, мне кажется, у нас точно такой же был дома. Машинка, которая представлена здесь на выставке, в принципе, у меня такая же и сейчас дома. Она у нас хранится еще от бабушки. И в рабочем состоянии я периодически даже могу что-то подшить на ней. Поэтому очень хорошая выставка. Ностальгическую атмосферу дополняли песни из любимых советских фильмов, только подтверждая, что если старое доброе возвращается, это здорово. Выставка советской моды и бытов ДК имени Чкалова будет работать до 4 апреля. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.